Ребят, всем привет! Сегодня я хочу рассказать про то, как у нас встроены CICD-процессы в Cyan и как мы их разрабатывали раньше и как переводим их потихоньку на коммунду. Начну с того, что вообще мы понимаем под CICD-процессами. Вот есть стандартный флоу разработки какой-то. Мы ставим задачу, дальше ее кодируем, тестируем, выкатываем в прот, мониторим, закрываем. И вот стандартные CICD-решения концентрируются на автоматизации этих двух шагов. То есть протестировали как-то автоматизированно, запустили скрипты и выложили в продакшн те же всякие хельмы, куберы и так далее. В нашей системе мы шагнули немножко дальше, потому что нам не хватает этого функционала, мы хотим как можно больше времени дать разработчикам на разработку. Поэтому у нас, начиная прям с момента постановки задач и разработки, и тестирования, вот вся цепочка имеет какую-то автоматизацию в той или иной степени. Ну, как пример, при постановке задач у нас там может на определенные типы задач создаваться еще дополнительные таски на валидацию какую-то после того, как она будет сделана. вот в таком роде. В разработке там спринты проставляем, назначаем задачки, такого рода вещи. Ну и самая главная штука в нашей системе это доставка в продакшн и автоматически мониторинг задач. Когда мы протестировали, выложились в прод, мы начинаем собирать метрики с разных внешних систем, это там Прометей, Графит, и смотрим, все ли хорошо с сервисом, плохо ему стало или все нормально. И в зависимости от этого наша система принимает решение, этот сервис, ну мы сначала катим в канареечном режиме, небольшой кусочек кода там на 10% трафика его пускаем. Потом смотрим ошибки, если все ок, мы говорим, раскатывайся на 100% и дальше опять же выкатываем все на 100%. Если никаких подозрительных алертов нет, то вливаемся в мастер, едем дальше, катим следующую задачу. Если что-то плохо, то мы говорим разработчику вот здесь плохо, посмотри вручную, и либо автоматически ее откатываем, если не было реакции со стороны разработки, либо разработчик говорит, да, все, ок, кати дальше, так и должно быть. Ну и, соответственно, такая система подразумевает, под собой интеграцию с различными внешними источниками данных и для того, чтобы управлять всеми этими вещами, она реализует вот как раз сбор сведений, обработку этой информации, какие-то запускает процессы в Дженкинсе, те же билды, выкладки, и системы такого рода имеют тенденцию к разрастанию и превращению в какие-то монолиты. Вот у нас такая система стала монолитом, ее достаточно трудно стало поддерживать. На примере сейчас процесса расскажу, как у нас проходит процесс ревью. Мы ориентируемся на состояние задачи в Джире, и вот какое состояние, какой статус в Джире имеет наша задача, мы по нему четко можем сказать, что с ней сейчас происходит. она либо в ревью, либо она тестируется на каком-либо стенде, либо она выкладывается в канареечном режиме и мониторится, либо она уже в продакшене на полную на 100%. Поэтому Джир для нас источник правды по информации о коде. И что мы делаем? Когда задача переходит в какой-то статус в Джире, мы инициируем хук в нашу систему, Джир отправляет хук, и дальше выполняем набор действий определенных. То есть для ревью это поискать репозиторий, подлить мастер, заблокировать от изменений, полрекс создать, ревьюеров назначить там сборка, тест, все дела. И дальше встаем в режим ожидания полреквеста. Вот такой небольшой процессик на ревью. И когда мы в монолите это все реализуем, у нас получается тонны джава-кода, мы пишем на джаве. То есть мы для всех этих шагов прописывали какие-то абстракции. Вот как Денис рассказывал, применяем какие-то паттерны для управления всем этим. И со временем становится сложно это поддерживать. Особенно добавлять интеграции в другие системы. Как с многими монолитами происходит, мы решили ее распилить на микросервисы. И получилась такая картина, что у нас есть какой-то пол внутренних сервисов для работы с нашими какими-то сущностями, которые живут только внутри интегра. Ну, это, например, могут быть информации о пользователях, какая-то статистика истории и так далее. И интеграция с внешними сервисами. Это вот все системы, в которые мы лазим. Или которые лазят в нас. Зачем мы вообще сделали сервисы интеграции с внешними системами? Почему не ходим напрямую в опишки? Потому что зачастую нам нужен какой-то дополнительный функционал, который дорабатывает на стороне внешние системы либо очень трудно и дорого, либо невозможно. Как пример, в Jenkins'е мы запускаем билд, приходит таск на запуск билда, и нам нужно понять, вот у нас есть определенный набор параметров, мы хотим узнать, он не запускался ли билд с такими параметрами уже раньше. Потому что если он запускался, зачем нам делать это еще раз? Вот это как раз делает наша надстройка. И так практически по каждому сервису. Ну, между собой они все общаются через Rebbit. И сервис авторизации у нас используется Kiklog. И вот мы распиливаем на микросервисы наш Monolith. И когда дошли до процессов, стал вопрос, а что вообще с процессами делать? То есть мы столкнулись с определенными проблемами в этих процессах. В первую очередь, ну, вообще три вида проблем бывают у нас. Это когда проблемы в коде задачи, и это ок, мы говорим, все хорошо, мы их умеем идентифицировать, то есть это либо ошибка, там, упали тесты, мы говорим разработчику теста упали, задача не выехала, Krim не выехала, и он с этим умеет разбираться. Но есть более сложные проблемы, которые тяжело идентифицировать, такие как, допустим, инфраструктурные проблемы. Что я под этим подразумеваю? Здесь могут быть какие-то проблемы сетевые, и когда у нас одна из внешних систем отказывает, то вот весь, я чуть-чуть назад отмотаю, весь этот процесс у нас падает, и его нужно начинать заново. И причем пока мы не починим нашу систему, начинать этот процесс бессмысленно, потому что живут все наши процессы в рантайме, и не умеют эти ошибки нормально обрабатывать. Ну и третье, это неправильные процессы, то есть мы либо их закодировали неправильно, либо где-то какую-то ошибку допустили, и у нас очень сложно все это дебажить. А для разработчика я сейчас вам немножечко более покажу. Когда происходит какая-то ошибка, он видит у нас вот такой вот JSON. Ребят, включилось, не включилось? Подскажите мне. Да, подключилось, отлично. Видят такой JSON. Естественно, если вы пишете на TypeScript, понятно, что это JSON, но что здесь внутри происходит, разработчику простому не очевидно. С этим нужно что-то делать. Решили, что нужно что-то делать. Вот. И подумали над тем, какие вообще существуют решения, или мы, может быть, доработать свою систему, если не найдем подходящего решения. Но кажется, что доработки слишком дорого самим делать, потому что это можно добавлять ту же персистентность, возможность отката, повтора каждого шага и так далее. И посмотрели в сторону BPMN, потому что, как уже Денис до меня сказал, в него достаточно легко вносить изменения, если у нас какой-то процесс меняется, мы блок опустили на диаграмму, все заработало. Его гораздо легче читать. Вот разработчик, который хочет понимать, что происходит с его задачей после того, как он ее перевел, допустим, в ревью, он хочет понять, на каком вообще она этапе сейчас находится, но может видеть только этот слой JSON, из которого ничего не ясно. Ну и плюс скорость разработки, конечно, увеличивается. Мы быстренько там за пару часов накидали процесс. На практике недавно, на этой неделе, делал флоу для автотестов. Люди пишут автотесты, их нужно по тому же процессу пустить в ревью, запустить, проверить, что они отработали и влить в мастер задачу. Это заняло где-то сам процесс от силы день со всеми тестами, со всеми интеграциями. Ну и можно применять для автоматизации в других подразделениях бизнес-процессы, BPM-аннотацию. Это как задел на будущее, если вдруг мы будем автоматизировать не только разработку, но и какие-то смежные отделы тех же HR-ов, там еще какие-то. Определили, что BPM-анно нам вроде подходит и решили посмотреть в сторону инструментов существующих. Самое главное для нас, это было наличие возможности интеграции с нашими сервисами, которые мы уже распилили, вытащили в микросервисы. И чтобы была персистентность процессов. То есть если у нас какой-то шаг падает или если у нас пропадает сеть, если падает контейнер с BPM-аннотвышком, чтобы мы могли спокойно восстановиться и идти дальше. И третье требование, это очень хотелось, чтобы было open-source, потому что затраты на поддержку каких-то вот таких небольших процессов нести не хочется. Серьезно. Моткнулись на коммунду, поковыряли. У меня заняло где-то месяца два на ее изучение, на то, чтобы прикрутить к нашим сервисам, докрутить туда кролик и вот нашу авторизацию через K-клог. Все оно заработало, завелось, плюс нарисовать какой-то тестовый бизнес-процесс. Начал с нашего отдела. Сначала процесс в нашем отделе автоматизировал, поработали, там покатали месяцок, все хорошо, решили расширять дальше. Сейчас этим мы занимаемся, переносом. И вот в BPM-аннотации наш процесс, ревью задачи будет выглядеть следующим образом. То есть мы вызвали блокировку ветки, подлили мастер, создали полрик. Вот нам уже пришла информация о том, какую задачу мы должны процессить. И в чем преимущество? Мы эту диаграмму можем показывать как разработчикам, так и менеджменту. Они из этого понимают. Плюс в рантайм-движке у нас имеются токены, которые говорят, на каком этапе сейчас находится задача. И самый частый вопрос от разработчиков, которые получают наш отдел, это почему моя задача зависла в каком-то статусе, почему она не проходит дальше, чем ревью. И у нас есть сейчас возможность дать ссылку разработчикам. Вот, можете посмотреть, что ваша задача находится в состоянии ожидания аппрува полреквеста, и из этого становится все очевидно. Но коммунда не сразу у нас завелась. Одним из главных требований, опять же, при внедрении, было то, что мы никак не хотим привязывать наши сервисы к системе. И речь идет об экстренных тасках в коммунде, которые обеспечивают нам асинхронное взаимодействие. У нас достаточно много таких вещей. Подлить мастер, эта операция иногда занимает несколько минут, и дергать ручки напрямую плохо. Поэтому мы решили воспользоваться этим функционалом. Но проблема в том, что коммунда подразумевает стройку каких-то своих библиотек или обращение к своим ручкам из самого микросервиса, который эту операцию должен выполнить. А нас такой подход не устраивает. Еще отмечу, на диаграммке забыл сказать, у нас все микросервисы, в том числе коммунда, используют Spring Boot. Это достаточно быстро заводится. В докере все заворачивается, выкатывается в продакшн. Там крутится. Ну и как мы работаем с экстренал тасками? У нас есть спринговый контейнер с коммундой, и у коммунды есть Java API, который позволяет обратиться к рантайм-сервису, то есть где у нас крутятся все процессы, и получить информацию о текущих задачах, об экстренал тасках. Мы вытаскиваем все таски, которые находятся в очереди, и по HTTP отправляем запрос в целевой сервис. Он нам возвращает ID-шник с асинхронной операцией, который мы сторим в нашу базу, в нашу табличку, которая располагается в той же базе, что и все таблицы коммунды. Вот примерный список полей, которые мы туда передаем. Когда у нас операция выполняется, внешний сервис говорит к ролику, я все сделал, вот результат. На стороне, опять же, спрингового приложения с коммундой мы прикрутили listener, благо в спринге это написать один классик, там парочку, один с конфигами, другой с действиями, которые нужно сделать по вычетке сообщения. Он это вычитывает, достает из базы данных информацию об external task и говорит, выполнись или совершить с ошибкой. Из нового, что мы сделали, это докрутили интеграцию вот как раз к роликам, с message-брокерами. Следующая проблема, с которой мы столкнулись при работе с коммундой, это то, что сложно обновлять модельки данных. Мы не, когда только начинали все это дело у себя разворачивать, не последовали совету Дениса, как он сегодня сказал, хранить всю информацию во внешних сервисах. Плюс за этой информацией иногда бывает достаточно долго ходить. Та же Jira нам отвечает по 20-30 секунд на каждый запрос, а нам эта информация нужна везде. И мы такие вещи в контексте все-таки сохраняем. Здесь могут быть проблемы, когда у нас меняются модельки. Проблема проявляется при диссериализации. Мы изменили модель в контексте, у нас старые процессы сохранили ее в одном формате, а новые процессы пытаются... И когда мы перекатываем код, она уже пытается диссериализовать в другой, и у нее это не получается. Как мы это решили? Ну, здесь достаточно все тривиально, но немножечко долго. Это нужно создать сначала новую модель, описать всю новую модель, а старую не трогать. Прямо в Java коде создаем новый пакет и описываем. И переводим все наши процессы на использование новой модели. Что происходит? Когда мы выкатываемся, у нас все новые процессы работают с новой моделью, старые дорабатывают по старым и дергают старые ручки. Поэтому мы ожидаем окончания всех устаревших процессов, после чего выпиливаем старую модель и перекатываем за новый сервис. Таким образом решили проблему версионирования моделей данных. И третье, это скорее больше совет, он уже достаточно технический для тех, кто с коммундой планирует работать или работал. Это использование так называемых expressions, когда мы из BPM-аннотации можем вызывать код напрямую. То есть обращаться мы можем к спринговым бинам, если это с приложения, если кому-то дополнительно со спринт-бутом. И есть два варианта, как к ним обратиться. Delegate expression мы просто вписываем имя бина и вызывается его исполнение. И обычная expression, когда мы должны вызвать имя бина и метод, который хотим исполнить. Delegate expression обязывает нас к имплементации интерфейса Java Delegate. И при исполнении кода из Java Delegate нам передается весь контекст внутри этого делегата, откуда мы можем достать информацию, что-то сделать, обработать, положить новую информацию назад. В expression мы можем использовать любой метод Spring бина и передавать туда параметры вручную, а не забирать их из контекста. Разница особо заметна, когда мы пишем тесты. В чем здесь может быть сложность? Когда мы используем Delegate Expressions и у нас наш Java Delegate Bin обращается в контекст за какими-то переменами, за какими-то нужными параметрами, мы в тестах не знаем, что конкретно в этом Java Delegate будет использоваться, какие переменные будут доставаться из контекста. И мы, как правило, Delegate такие мокаем. Соответственно, если мы замокали этот Delegate, тесты написали, то есть вся BPMN диаграмма о том, что у нас все ветки проходят нормальные реакции и правильные происходят, свалидировали, говорим, что это можно катить в production, выкладываемся в production, у нас отсутствует какая-то переменная в процессе, мы падаем. И это больно, нам это пару раз доставляло неудобства. И сейчас решили переписывать такие вещи на expression. То есть, когда нам нужно в Java коде использовать какие-то переменные для исполнения операций, мы всегда это делаем через вызов метода из SpringBina. И в этот метод передаем нужные значения. И когда мы пишем тесты в такой ситуации, у нас даже если BIN замокан, тесты все равно ругнутся, что в процессе нет такой-то переменной, пожалуйста, ее определите. И мы отловим эти ошибки на стадии тестирования. Ну и третье, delegate expression у нас не возвращает значение, а expression можно присвоить прямо на BPMN диаграммке, положить его в отдельную переменную. когда нужно использовать один, когда другой. Про expression я уже много сказал, что когда нам нужно что-то передать в наши методы, это expression. Delegate expression когда нам нужно вытянуть информацию из внешней системы просто или положить в контекст очень много разных данных, например. Тогда лучше delegate expression. На этом я сейчас буду подводить итоги. что мы получили после того, как команду встроили в нашу систему. Во-первых, то, что хотели, это наши процессы персистентны. То есть, если наш сервис падает, то мы можем восстановиться спокойно и не нужно будет делать этот весь перезапуск. Плюс мы получили широкие возможности для сбора метриков. О чем это? нам бы хотелось допустим мерить на каком из этапов дольше всего висят задачки в процессе. То есть, это сборка билда или процесс review или что-то еще. И для того, чтобы собирать эти метрики в старой системе, нам нужно было править код, зашивать туда отправку каких-то подсчетов, вручную считать, вручную отправлять, где-то опять же что-то может отвалиться и вот это все. А здесь мы просто делаем запрос к базе, спрашиваем сколько исполнялось та или иная активность и получаем ответ во времени уже. Столько-то миллисекунд мы находились в этом этапе. Это очень удобно. Плюс мы получили рестарт процессов с момента падения. Если мы на каком-то из этапов получили 500 от сервиса внешнего или у нас просто сеть умерла, у нас регистрируются инциденты, то есть все процессы, когда приходят до мертвого сервиса на этом этапе останавливаются, а когда сервис оживает, мы можем с этого этапа перезапустить и все поедет дальше. Это опять же сокращает время доставки у нас в коде, кода в прод. Основная цель, которую мы преследуем в нашем отделе. На этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.